с с с с с еще слава маленько отодвиньтесь чтобы подальше были готовы в экран залепили подальше назад отступитесь вот еще маленько так вы наверное опять с телефона сейчас я а еще не надо что вы забыли у меня я вам сказал по нашему в 8 мы только что со службы пришли богослужение длинное было 13 раз но дело в том что я посмотрел на час раньше у нас сейчас сколько времени сейчас я посмотрю у нас 16.52 а по московскому 17.52 московского времени 17.52 ну короче так я тогда вам на это время вы поторопились мы только со службы пришли ладно установите чтобы вас как-то стояло вы вы постоянно сейчас я поставлю давайте все давайте время не теряйте останавливайте рассказывайте все хорошо не теряйте времени потому что у меня мало вот так вот так опять ушло вот закрепите так у нас все записывается вы не против нет я никогда не все знаю я уже вас прослушал где-то больше тридцати видео я ваших прослушал и женатом что я хотел сказать я там немного описал на скайпе письменно свои вопросы я не считал давайте озвучите их хорошо первое как правильно прощаются грехи и кто прощает кроме бога потому что у меня английском переводе написано такие слова в иоанна 20 главе написано такие слова в английском переводе мир вам говорит христос как отец послал меня так и я посылаю вас с этими словами он дунул на них и сказал примите духа святого если вы будете прощать грехи другим то они будут проще не вам и если вы не будете прощать то и вам грехи не простятся вот я мне интересует как говорят святые отцы это речь идет о священстве почему если они получили духа святого а что они должны были ожидать в день 50 если получили они получили духа святого только на то чтобы если за эти дни 10 дней когда христос уйдет люди будут умирать 50 дней 50-ницу чтобы они не умерли во грехах эту власть дал апостол апостолы епископам священникам но когда уже дух святой 50-ницу сойдет они облекутся силой для проповеди а до этого они сидели за это время им дано было прощать грехи властью данной от Бога и когда мы исповедуемся перед Богом в присутствии священника священник выслушает ну если конечно без эпитемии это говорит властью данной мне от Бога это в данном случае никому не относится только к священству а когда в другом месте Господь говорит как прощаете вы так простится вам это касается наших взаимоотношений это два разных момента наши взаимоотношения хорошо теперь вот это еще второй вопрос почему религия крестит во имя тройцы и вот я например есть тут в деянии святых апостолов я вот например два тридцать восемь можно я буду зачитывать или вы будете давайте засчитывайте хорошо я буду зачитывать два тридцать восемь вот например так когда когда люди услышали это сердца их разрывались от мук совести они так минуту обождите что вы считаете это не я читаю деяния апостолов два тридцать семь тридцать восемь кто это что за издание библии какое издание а а вот это английский перевод нет не надо давайте только синодальный договоримся на будущее я тогда буду считать а ну я не хочу два тридцать восемь да слушай внимательно считай я и вот сначала пусть каждый из вас расставит свои греха и крестится во имя Иисуса Христа ради прощения грехов нет подождите во имя Иисуса Христа вы меня не слышите я никакие переводы не признаю кроме синодального синодальный перевод у меня есть синодальный я сейчас ввиду принесу ну приносите по нему я сейчас ввиду принесу синодальный потому что те никто не утверждал 24 духовная академия это один из лучших переводов в мире у меня разные я когда ну у меня вы меня видите нет я вас хорошо вижу я поставлю сейчас на место все нормально давайте теперь восемь двенадцать деяние восемь двенадцать вот эти стихи хотел с вами разобрать давайте сначала два тридцать восемь Петр же сказал им покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа да для прощения грехов и получи дар Святого Духа и потом какой восемь двенадцать да восемь двенадцать восемь двенадцать да ну восемь двенадцать ну пожалуйста слушайте но когда поверили в Филиппу благодействующему о царстве Божьем и о имени Иисуса Христа то крестились и мужчина и женщина да теперь восемь шестнадцать восемь шестнадцать считаем дальше ибо он не сходил еще ни на одного из них а только были они крещены во имя Господа Иисуса вас смущает вопрос почему не во имя Троица а во имя Господа Иисуса да ну и тут есть еще три стиха и все десять сорок восемь ну это понятно десять сорок восемь это же самое подтверждает отвечаю это означает что по вере когда люди говорят как Евнух когда ехал его Филипп спрашивает веруешь верую во что кто будет веровать креститься в Господа Иисуса Христа но когда крестить всегда крестились с произношением во имя отца аминь и сына аминь и духа святого аминь пятьдесят апостольское правило так что эти места с Евангелием отфея не противоречат хорошо значит все ясно с этим тогда потому что я верю в бога отца бога бога господа Иисуса Христа и святого духа хотя я полметра прочитал вот эти разные книги против святого духа и много там адвентистов вышли из адвентистов и организовали свои церкви которые верят совсем по другому ну откидая святого духа но я я например удерживаюсь от этого потому что даже в втором завете написано свят свят три раза не два раза не один раз три раза и поэтому я верю что есть три на небе свидетельствуют и поэтому у меня вот это не меняется теперь третий вопрос какие заповеди исполнять в двадцать первом веке чтобы спастись и проповедовать людям ну в чем суть евангелия заповеди я например за 25 лет в адвентистов ничего не разобрался например я не знаю как например что проповедовать людям что как конкретно в чем суть евангелия потому что я все время придерживаться закона а теперь я понял я два года уже верую так как можно сказать православные веруют так я отвечаю вам некоторые отвечают так как вот что закон был временный и господь его исполнил и все отпало речь идет церемониальный закон и нравственный нравственный десяти слов остается в силе десять десять заповедей и девять блаженств которые блаженно нищие духом блаженно и так далее возлюбили бога возлюбили ближнего вот они концентрируются в двух заповедях теперь в чем ошибка заключается это не простой вопрос адвентисты вы считали количество слов и букв в каждой заповеди посмотрите они говорят какая широкая заповедь четвертая день субботний ее никто не отменял и в данном случае нужно сказать они правы но они не понимают суббота это вечное постановление не до христа будьте очень внимательны что я вам сейчас буду говорить слово суббота означает шаббот покой покой так вот в новом завете господь говорит все творю все новое новое и когда он господь сотворил этот мир шестой день а седьмой день суббота он почил отдел своих в новом завете мы смотрим господь творит все новое новое а что творит падшего человека восставляет и где оно восставляет через крестную смерть на голгофе и христос распят был в пятницу в четверг совершил он это чистый четверг его взяли ночью у них шести вечера по нашему начинается новый день его взяли распяли в пятницу в три часа по нашему времени он умер и оставалось три часа до погребения вот три часа это пятница один день суббота второй день он пребывает в гробнице и воскресает третий день три дня в третий день он воскрес так вот христос эти дни три дня он не во гробе был телом а душою духом своим он был в преисподних местах адвентисты здесь все перековеркали они называют преисподними местами могилу я это учение много лет я занимался с ними так вот не могила я знаю почему мы это увидим по другим местам писания что там разговаривает там мысль 14 глава книга пороха Исаия об этом говорит в ветхом завете об этом говорит она как они видят как он на ложе поднимается и проще об этом говорится 16 глава евангелия от луки это притча она если нету души то притча исчезает и вообще ничего нету согласен с вами вот теперь дальше господь пятницу он сходит духом в преисподние места где есть это известно первое и второе послание петра второй он говорит четвертая глава шестой стих и сойдя в преисподние места проповедал проповедал а кому проповедать если они мертвые были он проповедовал мертвым проповедовал да а что души живые у них об этом нам говорит 4 глава откровения говорит что и увидел души праведников под жертвенником и они возлепили увидел не праведников а души праведников слово праведников стоит в родительном падеже то есть души принадлежащие праведникам и они не только понимают что с ними разговаривают Но они говорят, да коли не мстишь, закрой в нашу. Они знают, что палачи неотомщенные, что 37-й год еще не пришел на них. Что война еще не началась, когда коммунисты побиты будут. Они вопиют к нему там. И вот Господь сошел к духам праведника. А написано, говорит, не покори вы мне, когда в одни строения ковчега спрашивается, а почему о них? Потому что в первом веке речь шла о том, что Ной проповедовал, и те люди слышали о Боге. А им было или не было проповедано? И Петр говорит, было. Он проповедовал в пятницу, в субботу и воскресенье почил от дел своих. То есть он закончил проповедь. Христос. И вот это означает творю нового человека. Та суббота ветхозаветняя указывала на воскресенье сегодняшнее, на первый день недели. На первый день творения добудет свет. Адвентисты совершенно неправильно толкуют это. Не правы баптисты, которые говорят, Бог отменил десятисловие. Не отменял. Он утвердил и возвысил. Ветхий завет нравственный. Он был дан как бы для малых детей. Малые дети. А мы в муше совершенного, Павла говорит, возросли. Они этого не понимали. По порядку, допустим, мы начнем говорить. А у них у всех заковык это одна. Иконы, идолы. Не делай изображения на небе, вверху, на земле, внизу. Я беседую с баптистами. Я тоже прослушал, знаю. Адвентистами. Я на доске. Ну, я в университетах во многих вел занятия. И люди разные. Я показываю. Смотрите, вот. Что на небе? Давайте перечисляйте. Ну, перечисляют облака. Так, остановились. Звезды. Я уже прослушал ваши лекции. Я с этими лекциями согласен сто процентов. Я уже после вас, я совсем по-другому отношусь к иконам и к словам. Так, теперь я говорю... Я уже прослушал ваши лекции. Вот. Я сейчас немножко еще повторю это дело. Если запрещает Бог делать 20 главе... Почему я говорю 25-ю не считаете? Когда говорят, сделай изображение. Я. Слово-изображение по-греческому «экон». Бог повелевает сделать иконы. И когда я спрашиваю, Христос пришел в храм, он его признал? Или, говорит, пришел в капище? Он говорит, дом мой. Клянущийся жертвенником клянется храмом и живущим в нем, живущим с большой буквы. То есть, Бог... А Бог не требует служения рук человеческих. То есть, они вообще не понимают Писание. Так вот, Бог... Понимаю, да. Они говорят, ну там же не было изображения Богородицы и святых. Правильно, потому что на небе никто и не был. Но когда Господь их вывел, теперь по образу небесному у нас и иконы и все остальное. Вот что. В Новом Завете мы возвышаемся до уровня совершенства, даруемого Духом Святым. Да. Я согласен. Поэтому суббота... Я с этим согласен. Да, суббота. Это вечное установление, но она имела предзнаменование, как и все заповеди. Они тогда, баптисты, перечисляют и говорят, ну а как вот эта заповедь не убей? Она возвыслена, не убей. А у нас написано, не гневайся. Гневающийся уше у человека убийца. А возлюби родителей. Как ее возвысить? То, что любили родителей до гроба. А мы любим после гроба. Мы молимся за них. Эти заповеди возвышены. А все небесное. Тем более, что суббота, она не имеет ни вечера, ни утра. Шесть дней имели вечер и утро, но суббота не имеет. Она свидетельствовала прообразом было на вечную субботу, вечный мир, вечный покой в Иисусе Христе. И она не имеет там ни начала, ни конца. Это согласен сто процентов. Я уже почти два года, я мою свое, ну не то, что у меня есть там знакомые мои, которые выходцы с адвентистов, но они собираются иногда вместе и обсуждаем вот эти все вопросы. И я верую уже почти два года, что душа есть бессмертная, она после смерти живет в Новом Завете. В Старом Завете мы на Белую Ваду, пока Иисус Христос не умер. Когда Иисус Христос умер, Он сошел в преисподний, это согласен, это у Петра пишет. Я с вами все согласен, потому что я все прослушал ваши лекции. Ну почти все, но не все. Я сегодня скачал еще много лекций ваших. Я не очень хотел с вами поговорить, потому что я... Вот еще вопрос. Я слышал лекции Сергея Журавлева, православный реформатор. Что вы скажите? О нем не надо говорить, он еретик. Он еретик, ничего там у него слушать не надо. Он лжеепископ. Его еретики руку полагали. Он никакого отношения к православию не имеет. Он бесноватый. Понял, потому что его руку полагали негр. Да. Он бесноватый. 50-й руку полагали. Я его хорошо знаю, у меня перетаскана его проповеди, что я их разбирал и показывал. Он был в Парнауле, наши ходили, предложили встречи, и он со мной встреча отказался. У него кончилось все. Он хорохорился, а как только подошли вплотную к дверям, он не пустил. Он заперся. Ого. Это неправильно. Он поступил не по правде. Хорошо. С этим мы разобрались, какие запреди исполняют. Теперь, как правильно принимать причастие? Вот адвентисты принимают хлеб пресный, вино, вместо вина сок, и омывают ноги один другому. И как смотрят вот это святые отцы на вот эти причастия? Или надо мыть ноги один другому, женщины, женщины, мужчины, мужчины? Или это один должен мыть, как Христос был старше, и мыл другим, младшим? Вот это меня интересует. Ну, относительно мовения ног. В православии обряд это возобновляет. Архиерей сажает священников 12, и в чистый четверг моют ноги. Этот обряд сохраняется. Больше его нету. Больше не повторяется. Один раз в году и архиерей это делает. Ну, надо кому мою ноги. Но это не баня. Господь сделал один раз и для чего? Показал, что я роль раба занимаюсь. Здесь имел смысл-то другой, а не то, что мытье. И вы поступаете так же. Теперь относительно кто кому моет. Нигде не указано. Но когда говорится о вдове, написано, принимала странников. Мужчинам умывала ноги. Не странниц, а странников. Странников это мужчины. То есть женщина умывала ноги мужчинам. Мы должны согласиться, что тут ничего плохого нет. Она приняла странники, зашли, мыла ноги и все. Это новый завет. Я понял. Теперь еще одно. Вот вы сказали, они делают на опресноках. Мы должны согласиться, что все остальные сектанты, они пришли от католиков. Оттуда произошло. Начиная от Лютер. Он же бывший доминиканский монах был. Он не был священником, монахом был. Так вот, у католиков совершается на опресноках, у православных на квасном хлебе. Если мы посмотрим по Евангелию, Христос совершил эту литургию на опресноках. Были дни опресноков написано. Но это уже роли не играет. Почему? Тут дают объяснение какое, оно уже не влияет. Но, если бы сказали, ну а как по Писанию, мы бы сказали, католики правее нас. А адвентисты приняли на опресноках. Но они, адвентисты, хоть на чем дело, причастия-то нету. У них только воспоминания. При существовании хлеба в тело нету. Ничего нету. Это обман. Он не имеет власти этого делать. А у католиков действительно все они от апостольских времен, от апостола Петра. А у православных от апостола Андрея рукоположение сохранилось. И мы должны так и сказать. Ну да. Да, именно так. На меня нападают за это дело. Я признаю все как у православных, но у меня есть свое мнение, согласное с Евангелием. На меня сильные были нападки за это и, наконец, успокоились. Христос совершал на опресноках. Не надо никому подыгрывать. Хорошо. Я понял. Значит, вот это значение не имеет. Главное... Никакого значения... И вино. Не виноградное, столько вино. Это они обманывают. Вино. Но в вино принято добавлять немного там, это называется, теплота. Я не знаю, к какому процентам отношения, батюшка. Примерно на бутылку вина сколько воды надо льнуть? Вода теплая. Ну, можно налить там ведро налить или стакан. Ну, допустим, вина там пол-литра. Сколько воды? Грамм 200. Грамм 200 примерно. Это батюшка сидит, он протаерей. Мой брат. Ну, значит, начинает там... Да сколько там в эту ложечку-то дают? Там наперсток, наверное. Ну, и дальше там не больше. Не больше. А то, говорят, вино. Какое там вино? Сколько тебе достанется? Ну, с ноготок. Вот сделай ноготок. Наперсток. Так, ноготок. Так. И все. Вино, вино. Такой проповедует Ждана Владимир Георгиевич, он оккультист. И он проповедует, что там наливает кипяток, оно испаряется. Это все обманывает. Никогда кипяток не наливается. Какой температуры вода наливается? Ну, в порядке. Ну, не кипяток. Ну, он уже скипел где-то, может быть, часа два-три скипел. Часа два-три после, как скипело. Так что туда наливает, и ничто там не воспаряется, это люди выдумают. Вино. Самое настоящее вино. И он говорит, не буду пить от вина виноградного, не от сока. Нет. Он там в заново говорит, что... Надо ясно делать. Тем более на свадьбах никто никогда не делал... Сок не давал на свадьбах. Все давали вино. Молодое или старое вино. Это все анекдот адвентистский. Я-то уже давно раскусил. Так я сейчас переспрошу, батюшка. Еще сказал? Ну, в данном, вы говорите, что пусть когда причастность уже приготовлена, то... А у меня вина нет, как бы... Ну... Уже не обвиняешься от этого. Нет. Испаряется это все. Уже как бы превращается в другое. Это все неправда. Это неправда, за счет. Водство они не теряются. Я вам продолжу, что если бы мы... Было как кровь и тело. То он просто... Не стали. Но было такое, когда совершали богослужение, и священник видел, как тело превращается в тело. Он обязан прекратить богослужение и снова начать. Когда реально видят. Ну да. Это... Мы это только... Мы-то не видим, а ангелы видят. Как заколается младенец, иссякает кровь. Кровь настоящая Христова кровь. В реальном виде на земле соприкосновение с Богом в сущности только в причастии. Католики придумали, что еще и в папе. Ну да. Это абсурд. А теперь вот один пример. В чем суть Евангелия? Я считал, что проповедовать Евангелие, с него надо проповедовать закон. Ну, указывать, за что умер Христос на кресте. Десять заповедей сначала проповедуют, потом... Ну, и это в адвентистах проповедуется все вверх тормашками. Только сначала проповедуется закон, покаяние и так далее, а Христа в самом конце. Я понял сейчас, что суть Евангелия, я вот так сейчас понимаю, я не знаю, я правильно понимаю, что Христа надо проповедовать людям. Не закон, а Иисуса Христа. Да, и когда человек поймет, уверен, уверен в Иисуса Христа, примет Иисуса Христа в свое сердце, изменит свой характер, тогда он все поймет, все остальное. Я не знаю, или правильно, или нет. Правильно. Мы сейчас места такие засчитаем, где об этом говорится. Вот. Деяние, 8 глава, 5 стих. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Вот. Я не себе запишу. Запишите. Римлянам, 8, 5. Вы абсолютно правильно понимаете. Так вы сместились, вас не видно. Вот там посередке. Значит, Римлянам, 8, 5. Это Римлянам, 14, 24. А Деяние, 8, 5. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа. Вот они еще из проповедей Христа обратились. Римлянам, 12 глава, 14 глава, 24 стих. Ага, да. 1 Коринфянам, 1, 23. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еленов безумие. 2 Коринфянам, 4, 5. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса. Не закон. Не закон, не Моисея. Но Христа Иисуса Господа. Дальше. Некоторые. Филиппийцам, 1, 15. Некоторые, правда, по зависти, любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Филиппийцам, 1, 16. Одни по любопрению проповедуют Христа. Нечисто. Филиппийцам, 1, 18. Но что-то того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь. Мы нашли в Новом Завете, сколько мест, говорится, проповедовали Христа. Смысл Евангелия в том, чтобы принять Христа через Его жертву, получить прощение грехов и исполниться Духом Святым. Родиться свыше. Вот смысл Евангелия в этом. Перерождение. Если этого не было, то ничего не было. Кто не родится свыше, не может принять Царствие Божие. И дальше, второй пункт, два пункта. Чтобы быть движимым Духом Святым. Римлянам 8, 9. Кто Духа Святого не имеет, тот не Его. И поэтому существует Таинство Церкви Мира Помазание, как возложение рук епископов. Римлянам 8, 9. Это вот два центральных стиха, которые являются смыслом нашей жизни. А теперь, а в чем суть святости в Новом Завете? В Старом Завете это исполнение закона. А в Новом Завете в чем суть святости? Ну, будьте святы, как свят яд. Это первые Петра, первые глава. Святость, она, знаете, такое сказать. Вот, когда мы говорим, то не все сразу открывается. Вот в чем заключается благодать? Какая она? А благодать разная, трех видов. Как говорит Феофан Затворник. Первая, благодать призывающая. То есть проповедь. Благодать в проповеди. И он говорит холодные слова, ни одна душа никогда не обратится. Вторая благодать, не благодать, вторая ступень как бы. Благодать обращающая. То есть проповедующая, и поливающая, и насаждающая, ничто. Все, Бог обращающий. Благодать обращающая. И третья часть, благодать освящающая. Вот это ваш вопрос. Благодать освящающая может быть только там, где есть священство от апостольских времен. Это через священство. Вот так, как там. Крещение, причащение, покаяние, исповедь. Все, что церковь нам дает. У сектантов первые две части выполняются на высочайшем уровне, бывает, когда они правильно проповедуют. Третья, нулевое. У православных третья часть, сто процентов. А первые две, бывает, на нуле стоят. И поэтому нам нужно объединить вот эти места друг у друга, чтобы они получили священство, а здесь вначале жить по Евангелию. Святость приобретается только во Христе. Первая часть святости, когда человек уверовал, доверился Христу и по вере получает прощение. Человек прощен. А далее, если только он научится все, через какое подавать свечку, плечо, это называют воцерковлением. Я говорю, более поганого слова нет. Дальше рожденный свыше должен быть движим Духом Святым. И Дух Святой обличает, наставляет. Христос говорит, и Дух Святой придет и обличит, и наставит. Указывает, с какой цель Духа Святого. И поэтому ни один священник, никакие перечисления грехов смертных маленьких нам не помогут, если не будет обличающей силы Духа Святого. Мы начнем только сами себя оправдывать. Когда Дух Святой обличает, человек превращается в прах. Он у ног Христа лежит. Вот смысл святости заключается в рождении свыше и в жизни в Духе Святом. А это означает молитва, милостыня, пост. Вот это триада. Молитва непрестанная, милостыня, щедра и пост. И причастие, да. Ну да, это все уже благодать освящающая, это я назвал. Я прочел где-то два дня назад книгу святых отцов о том, что причащались раньше каждый день. Ну а минимум один раз в неделю. И чем больше человек причащается, он как бы в корне душу вскармливает. И душа приближается к Богу. И после смерти, на митарство, когда она будет проходить, она как голубь сразу возносится к отцу без препятствий к демону. И тот человек, который причащался очень часто и много. И чем больше человек причащается, тем больше у него чистая совесть и тем он ближе к Богу. Поэтому святые отцы всегда говорили, что надо как можно больше причащаться. И те, которые говорили, что раз в год или сколько, то они осуждали их, потому что это нельзя. Большой разрыв. Душа голодает, можно сказать. И вот этого в душе хуже, когда человек очень редко принимает причащие. И поэтому я над этим хочу поработать. И еще одно. Я раньше где-то 4 года... Давайте сейчас пока мы остановитесь. О причащи сейчас заговорили. Чтобы вопрос отозвучить. Да, да, да. Смотрите. Ну мы можем прочитать. Первая часть, где мы считаем о причащи Евангелие от Иоанна. 6 глава. С 53 по 56 стих. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Идущая мою плоть и пьющая мою кровь имеет, и жизнь вечную имеет. Я воскрешу его в последний день. День слова упоминается один раз. Когда воскресит. А сколько раз причастие? Нигде ни разу не говорится. Это потом уже все это скажется. Ибо плоть моя истинная из пищи, кровь моя истинная из питья. Идущая мою плоть, пьющая мою кровь, пребывает во мне и в нем. А сколько раз? Вообще нету. Первые христиане как раз и не знали ничего еще. Первое послание Коринфянам. 11 глава. С 23 по 32 стих. Вот теперь уже более определенно. Человек должен сам себя определить. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, взял хлеб и возблагодарив, преломил и сказал, примите и идите сие из тела мое. Взял хлеб и подал тело. За вас ломи мое сие, творите мое воспоминание и я. Точка. Сколько раз? Каждый день, раз в году нигде не написано. Нету? Просто нет. Можно даже так ответить. Нету этого. Ни Павел, никто об этом не говорит. Так же и чашу после вечера. То есть говорят, надо натощак. Ну, принято, мы соблюдаем. Но они-то после барашка, которого скушали, причащались-то. Они сначала иудейскую пасху. А иудейскую пасху они четыре раза пили вино. Четыре раза. Четыре чаши. Четырежды. Ну, это бывает. Да. Сия из чаши Нового Завета. Чаша из Нового Завета в моей крови. Сие творите. Когда только будете пить. Когда только будете. Когда. Когда. Я же не указан. Ни в день, ни в неделю, ни в месяц. Ибо всякий раз. Да. Как часто. Тоже нету. Сколько мы видим. И все это тут не надо добавлять ни слова. Кто добавляет, говорит. Не добавляй к словам его, чтобы он не обещал, и ты не оказался лжецом. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Дальше. А вот дальше это 27 стих. Смерть Господня возвещайте, доколе он придет. Вот в этих словах мы усматриваем, что на земле будет церковь до пришествия Христа. Никуда она не вознесется. Она вознесена будет только в последний день. Доколе он придет. Этот стих непереходимый для еретиков. И дальше. Посему кто будет есть хлеб, пить? Хлеб сей или пить чашу Господню? Недостойно. Виной он будет против тела, не против хлеба. Вот видит-то хлеб, а виной он против тела. Пьет чашу Господню, а виной он против крови. Недостойно и достойно. А вот теперь церковь будет накапливать опыт. Да испытай же себя человек. И таким образом пусть есть от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто если пьет недостойно, то есть и пьет осуждение себе. И которые часто причащаются, они вообще об этом не думают. И поэтому из них, которых я знаю, чуть не сто процентов бесноватые делаются. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. А если он редко про это не говорится, он ничего не теряет. Как будто один раз Христос совершил, они живы. А недостойно причащаются, он умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, не были бы судимы. То есть ужасно это. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть соощрежденным с миром. Далее считаю Яна Златоуста. Это самый плодовитый проповедник за две тысячи лет. Кавычки открываются. Это беседа на послание к евреям. Многие причащаются этой жертвой однажды во весь год, другие дважды, а иные несколько раз. Слова наши относятся ко всем, не только к присутствующим здесь, но и к находящимся в пустыне. Потому что те тоже причащаются однажды в год, а не редко и раз в два года. И он за это их не осуждает. А что же, кого нам одобрить? Тех ли, которые причащаются однажды в год? Или тех, которые часто? Или тех, которые редко? Ни тех, ни других, ни третьих. Но причащающихся чистой совестью, чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. Такие пусть всегда приступают. А не такие, не должны причащаться один раз в году. Но у церкви опыт. На Руси, православие, в Греции, это буквально с первых веков пошло четырежды в год. Четыре поста. И в пост, это уже не только пост, а говенья называется, более усиленные, готовятся к причастию. Это мы находим с первого уже века, так все идет. А как же священники? Ну, вот так. Они причащаются за каждой литургией. А если он каждый день совершает, каждый день причащается. А если ты достойный или недостойный, судя себе. А дальше уже идешь на исповедь. Вот так должно рассуждать. Ни того, ни другого не притеснять. Я недостоин, я четыре раза в год причащаюсь. Я, вот по себе скажу. Только и всего. Вот эти слова Иоанна Златоуста мы находим как уже подведение итога. Там не было сказано. А здесь он разъясняет. Ни то, ни другое, ни третье. Настаивать ни на чем нельзя. Я говорю, как у нас принято. И как в России было все. Я о чем еще хотел спросить. Я четыре года назад носил такую борду, как вы имел. И я хотел, и я много проповедовал. Хотел проповедовать всюду. И в районе, и в селе, в поселке живу. В поездах, в автобусах. Всюду я проповедовал. Люди меня слушали. И никто не говорил, что я сектант. Потому что я тогда еще понял, что не проповедовал адвентистское учение. Я старался проповедовать Христа. За адвентистов я старался почти ничего не говорить. И меня все время осуждали. Зачем тебе эта борода? Это старый завет. Я говорю, ну же написано, что мы сотворены в образ подобии Божьей. И потом на меня наезжали со всех сторон. Со всех сторон. И дома, и в церкви, и все мои товарищи. Но я поносил два года и сбрил бороду. А теперь, когда я снова начал слушать ваши лекции, я снова отпускаю и больше сбривать не буду. Я так думаю себе, что больше сбривать не буду. Но если что, где-то за границу, если надо будет ехать, я не знаю, или буду, или не буду. Но я твердо решил на 99% больше сбривать до конца своей жизни. И я не хочу. Вас, которые обвиняли этим 1% процентом, а вас тоже один раз задавили. Уберите сегодня процент этот. Никак, никогда, нигде. Только нас, то Богу, всем умом, всем сердцем. 99% он не просит. 99% это ничто. Он целиком Христос был. И вы помните, когда в Иерусалим у Давидовых слуг, которые на Асу ходили там, по смерти-то его, обрели бороды наполовину, он их не пустил в земной Иерусалим. Вот и все. То сколько у небес на Иерусалим мы не можем идти. Вот, блин, смотрите, еще. Дина, когда вышла смотреть, ее сын Емор, сын Сихемов-то изнасиловал. Написано, она была обесчещена. Запомните, обесчещена. То есть, ну, девушка честная или нечестная, понимает. А когда слуги Давида пришли, они были очень обесчещены. Очень обесчещены. То есть, этот древ больше, нежели изнасилования. Не прикасайтесь никак. Не прикасайтесь. Бритву должны выбросить из дому, чтобы она даже у вас не миновалась. Я согласен, и я... Если коготок увяз, все птицы пропасть. И при том, это делать нужно не из-за того, что она длинная, нравится жене или нет. Она не должна даже говорить об этом. Она должна любить образ Божий. А она должна не краситься, не украшаться никакими серьгами, ничем. Тем более, не должна носить брюки. У нас это категорически запрещено. Это все сожги, изруби на лапшу и выброси. И даже совсем другое... Я это почувствовал. Совсем другое отношение людей, когда ты говоришь про Бога или о Боге. Ну, как правильно. Или ты ходишь по городу или по селе, или куда-то заходишь. Все люди обращаются к тебе с большим благоволением. И то, что ты говоришь, слушают с открытым ртом. Но когда я раньше делал это, когда я без бороды говорил, то все смотрели на меня, как на сектанта. Говорю, если говорить о Боге, бритый, значит сектант. Но если с бородой, значит православный. И я говорю, значит правильно. И я теперь снова понял это, что только в православии вот это. И я хочу... Ну, сейчас я могу сказать... Ну... 90% православных. В общем, все те проповеди, которые я слышал, смотрите, что получается. Сектанты... Они... Иллюстрации любят уже сейчас. И лучший иллюстратор Библии Гюстав Даре. Гюстав Даре. Вот его зарядите на нашем. Мы раскрасили. 230 иллюстраций. Он католик. Может быть он и бритый был. Это католическое заблуждение-то. Но ни одного не нарисовал бритого. Ни одного. Все с бородами. В Ветхом Завете пророки. Все с бородами. И апостолы. И баптисты. Такой словарь был, иллюстрированный Ньюстрима. Сейчас он почему-то меньше. Все с бородами. У меня журнал был, назывался Баптист. Такое название. 1910 год. Сидит молодежь. Ну, человек 50. Все до одного с бородами. Вот сидит Ульянов Владимир Ильич. Ему 30 лет, а остальным меньше. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Все с бородами. Не надо ничего придумывать. Мне понравилось, когда вы там видео с баптистами, два баптиста приезжали к вам. И вы им сказали, ну, посмотрите на себя. Вы выбритые, как женщины. И животы такие большие, как женщины. Вы как женщины беременные ходите тут. И что самое главное, что вы не постите. Если вы постились, вы, значит, вы такие бы не выглядели. Вы не похожи на христиан. Правильно. Правильно. А то, знаете, вот у адвентистов, я скажу, есть дело, которого ни у кого не было. Они нигде не принимали, даже не упоминали учения о Троице. И вдруг теперь приняли основное их учение. Это единственный случай у сектантов, когда повернули в нужную сторону. Один раз. И вдруг они приняли учения о Троице. Я спрашиваю, я говорю, а когда? Какая причина? Ну, вот, братья долго молились. Ну, Господь иногда показывает такое. Обычно они только вниз катятся. И вдруг им Бог открыл такую истину. Даже удивительно. С чем это связано, не знаю. Они сами не могут ответить. Но я понимаю, что это чудо Божье. Да. Я согласен. Я, например, все время, когда раньше слушал, ну, ходил с адвентистом, 25 лет я был адвентистом, и когда я сейчас говорю все обратное, они все удивляются, открывают рот, большие глаза, и как ты можешь это все верить? Как ты можешь так изменить? Я говорю, да. Потому что я ищу истину. Я хочу Богу поклоняться в духе истины. Я не хочу идти за человеческими измышлениями. И я понял, говорю, что адвентисты седьмого дня это человеческие измышления. Там духа святого нет. И еще одно. Я хочу вам сказать, что вы имели для себя пример. Я там, где в общине, которое я нахожусь в последнее время, ну, как нахожусь? Так, символически. То почти за 18 лет, за 20 лет, никто не крестился. Происло где-то 6 ебанинских программ там. Я, например, ходил в хата в хату, рассказывал, вот эти запросы раздавал, так дальше. Никто не крестился. Только крестилась вся моя родня. Вся моя родня крестилась в адвентистов. Потому что я был убежден в этом. Я убедил всех. Но я убедил не то, чтобы креститься в адвентистов. Я убедил, что надо креститься, веру и принять Иисуса Христа в свое сердце. Поэтому надо креститься в имя Отца и Сына и Святого Духа. Отец мой, мать, сестры, пленянник мой, все крестились во имя Иисуса Христа на отпущение греков. Веру и приняли Иисуса Христа. Да, и сейчас они все верующие, но, но, в последнее время они все поняли, как мы с ними, я с ними разговариваю, они веруют так, ну, как мы с вами веруем, а зараз адвентистские учения они уже не принимают. И я им давно уже это рассказал, что это все теоретические измышления. Так что, слава Богу, мы начали двигаться в нужном направлении. Слава Богу за ваши лекции, Иисусу Христу, слава за то, что вы вот это видео показываете. Я еще сегодня подскачивал немного, потому что у меня интернета нету, и я на работе где-то ловлю Wi-Fi, и через Wi-Fi закачиваю себе там через программу YouTube вот эти все лекции и дома смотрю. Электронные книги закачивал себе вот эти всякие там Святых Отцов. Но меня еще одно интересует. Вот эти книги, где можно найти вот эти ваши книги, которые вы написали, вот эти талмогические книги, я очень бы хотел прочесть, потому что я сейчас начинаю все с нуля веровать в Иисуса Христа. Ну, как можно сказать, как 25 лет назад. Вот я крестился, я принял адвентистские учения серьезно и занялся этим. Я думал, что я... Лучше меня я думал, что никто не знает Писания и так далее. Я себя считал... Ну, себя считал большим человеком. А теперь понял, что я очень маленький, я ничего не знаю, и я начинаю все с нуля. И для того, чтобы начать с нуля, я хотел бы прочесть ваши книги, но вы не знаете, где их найти, в электронном варианте или как, я не знаю. Я вам отвечаю. Книги я покажу, где на нашем сайте. Вы зарядите сайт по-русски в Google или в Яндекс. Зарядите сайт. Во свете православный библейский сайт. Напишите так. Православный библейский сайт. Библейский сайт. И в кавычках берется. Во свете Библии. Называется. Во свете Библии. Библейский сайт. Да. Это мой сайт. Как написать, да? Да. Во свете Библии. Православный библейский сайт во свете Библии. По-русски просто зарядите и сразу на это зайдете. Там все книги мои. Вы слышите? Что-то замерло. Что-то пропало. Так, вы сейчас находитесь в каком городе? Ивано-Франковская область, Украина, Ивано-Франковская область, Коломынский район. Понятно. Так, я сейчас вам скажу еще раз. Мой сайт называется «Православный библейский сайт во свете Библии». Во свете Библии. Записал. Вот. Вы зайдете туда, и там найдете все в электронном виде. Если вы желаете получить в бумажном варианте, они изданы, то я здесь просто скину книги, почем и как. Главное, которое из всего это издали, новый завет у меня изданный, полное толкование. Полное. С откровением. С откровением. Это вообще. Такого нового завета в таком издании за 2000 лет не было ни в Западной, ни в Восточной Церкви. Всегда доходили до откровения, и дальше не издавалось. А это по всем святым отцам. С опровержением, особенно адвентистского учения. Адвентисты – это претечь Антихриста. Почему? Они Папу провозгласили Антихристом. Папу. Папа. Там не написано Папа, а написано... Они говорят Папство. Не один Папа. Римская Папа. А написано Человек Греха. В 11 числе. Человеки или Человек. Сын погибели, не сыновья погибели. И они субботу держат. А Антихрист будет держать субботу. То есть у них очень много то, что будет у Антихриста. Это значит претечь Антихриста. Вот баптистов так нельзя по-прямому назвать. У них этих моментов нет. И все они проповедуют, что тысячелетие Царства будет на земле. Оно идет со дня, когда Христос умер на кресте. Тысячелетие Царства началось там. И будет закончено за 3,5 года до Страшного Суда. Да, это я уже знаю с Ваших слов. А сколько, за сколько купить вот это Евангелие? Или направить, вы бы выслали меня? Я бы, ну, переслал вам деньги. Надо что сделать? Я напишу вам точный адрес. Точный адрес. Я покажу, какой счет у меня послать. Если вам нужен только трехтомник один, то это 2700 рублей. Ну, там это можно перевести вам на эти, на доллар или на что. И пересылка. Пересылка в Украину очень дорогая идет. Это обойдется где-то тысячи полторы по-нашему. Очень дорогая. Не знаю почему. В Азербайджан и в Украину самое дорогое, как в Америку. Вот. А полная, допустим, это 38 у меня книг вышло. 38. Это 20 тысяч по-нашему. Ну, и пересылка обойдется тысячи в три. Ну, это уже надо там посмотреть, как. Если идет расчет на доллары, то только за три года назад, когда еще там издание шло, а сегодня цена должна быть та, на которую я могу издать такие же книги. Потому что все повысилось. Ну, да. Иначе на те рубрики, которые я издавал, сегодня я не издам. А каждая книга 752 страницы. Вот. Новый Завет. В каждой книге 80 страниц цветных иллюстраций Гюстава Доре. Книги эти монументальны. Они в библиотеке у Путина есть, у Медведева, у Патриарха. Я проехал до Лиссабона, если знаете. В центральных библиотеках и королевских библиотеках мира находятся мои книги. Так что вы образуйте страничку в моем мире. Мне удобнее там разговаривать. Я туда все скину вам. Мой мир. Знаете такую систему? Нет. Не знаете. Мой мир. Вот я в моем мире. Ну, ладно. Я могу скинуть прямо под этим роликом. Вот ролик этот поставлю. У нас получился разрыв один. А то мне придется ставить второй, говорить. Какие у вас вопросы еще есть? Тогда раз на этом закончим. Что еще у вас есть? Нет. Все. Я все понял. Я все понял. И только надо, чтобы вы молились за меня. За меня молились. Я за вас молюсь все время. И чтобы я возрос во Христе Иисусе. Вы помните, что Украина это сточная яма для всех ересей. Со всего мира все ереси попущение Божие. И поэтому тут и Майданы пришли и прочее. Все туда проваливается. Говорят, а за что, за что? За ереси. От ереси Бог отвращается как от врагов. Всякие разные. У вас там от Ахини, Бенат, и каких только нет, падают, и харизматы. И кого-то как нету. Там и Ледяев, и Журавлев. Кого не возьми. Все туда слетелись как на труп. Нечистая птица. Вот так. Ну раз на наш YouTube заходите, на наш видеоканал, вы там многое найдете. Поисковик заряжайте. А когда зайдете еще на наш форум. А на форуме бываете на нашем? Нет. А запишите. В YouTube зарядите в Яндекс или в Гугл. Форум Игнатия Лапкина. Он так называется. Форум Игнатия Лапкина. И тоже во свете Библии. Форум. Там 1580 тем. Тем. Там в развернутом виде материалы все. И там легко в первой строке под храмом Христа Спасителя написано общий поиск. Зарядите любое слово. Там адвентисты, еретики, субботы. Все найдете. Это энциклопедия. Не каждый. Хорошо. Я не знал. Это форум называется. Я не знал. И вы найдете. Вы оттуда не вылезете. Это генопитал. А на сайте у меня 50 книг моим голосом начитаны. Вы можете их скачать. Полностью Златоуста слушать. Даже читать не надо. Глаза портить. Жития святых 12 томов. 12 томов Златоуста. 12 томов святых отцов добротолюбия. Все там в аудио. А где? А. Опять перезаклинило. Все на этом. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok